Есть идеи, как улучшить эстетику городских ландшафтов? Прояви себя, сделай Брест еще красивее. Участвуй в конкурсе ландшафтного искусства «Город-сад» с 1 по 5 июня 2022 года. К участию приглашаются организации, индивидуальные предприниматели и физические лица. Победители и призеры получат денежные премии. Посетителей ждет насыщенная программа. Подробная информация на сайте www.gorodsad.by Добавь ярких красок в городские пейзажи. Здравствуйте! Всех зрителей Бук ТВ мы приглашаем в студию программы «Итоги недели» в студии Александр Богданович. Ближайшие полчаса рассказ о событиях Бреста. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Главные темы сегодняшней программы. Идею архитектора Юрия Лисецкого, озвученную 100 лет назад, воплотили в жизнь брестские ландшафтные архитекторы, дизайнеры, декораторы, художники. В Бресте успешно прошел фестиваль-конкурс «Город-сад». Разговор об актуальном «Быть или не быть» мусоропроводом в Бресте. Тему изучали корреспонденты ВУК ТВ. По заслугам награды в Брестском гор-исполкоме чествовали женскую волейбольную команду «Прибужье» серебряного призера чемпионата Республики Беларусь. И начнем программу итоги недели самого главного события – фестиваля-конкурса «Город-сад». Скажу вам, что фест идеи и креативных решений получился просто феерическим. Благодаря совместным усилиям руководства города и области в Бресте удалось начать реализацию уникальной концепции, которую еще сто лет назад здесь пытался внедрить архитектор Юлиан Лисецкий. Ее название «Город-сад» не только стало названием конкурса ландшафтного искусства, но и планом, в соответствии с которым наш город будет становиться еще более зеленым, цветущим и уютным. Номинации «Зеленый город», фестиваль цветов, выставка проектов и реализованных идей в ландшафтной архитектуре, мастер-классы и семинары, масштабный марафон стал возможностью почерпнуть самые новые тенденции для дальнейшего совершенствования и развития. А началось все 1 июня с открытия. Говорят, объять необъятное невозможно, но корреспонденты Бук-ТВ с этой задачей, на мой взгляд, справились на ура. Смотрите результат большого труда сплоченной команды. Вот так празднично, с радостным настроением и замечательной концертной программой был дан старт первому долгожданному и самому яркому событию наступившего лета. 1 июня глава Бреста Александр Рогачук в торжественной обстановке открыл первый в истории города масштабный конкурс ландшафтного искусства «Город-сад». Мы отдаем себе отчет, что развитие города – это очень сложный процесс, и можно построить хорошие красивые здания, но без ландшафта, без озеленения это будет не до конца город, о котором мы мечтаем. Поэтому наша задача – привлечь лучший республиканский, а может быть, даже уже и мировой опыт озеленения городов, ландшафтного оформления городов, чтобы воплотить это в Бресте. Некоторые объекты, я не сомневаюсь, станут знаковыми для нашего города, который мы уже сделали в рамках этого конкурса. А это уже второй конкурсный день, и он ворвался в жизнь Бреста поистине грандиозным событием на площадке перед Ледовым дворцом. Чего здесь только не было – от привычных глазу петуний и пеларгоний до экзотических декоративных бонсай и ярких, шикарных рододендронов. Садовая техника, мебель, инвентарь – всего не перечислить. Так разнообразно, щедро и празднично встречали гостей и покупателей многочисленные площадки на выставке-ярмарке «Садовый маркет». Сегодня мы представляем продукцию собственного производства. Это цветы, многолетники, однолетники, очень большой перечень цветочной продукции. Также хвойные растения, лиственные растения – все, что произрастают у нас в питомнике в нашем предприятии. На сегодняшний день мы представились на этой выставке, потому что хотим рассказать о той технике, которую мы привозим. Считаем на сегодняшний день это очень важным для сельского хозяйства. Оно у нас сейчас на подъеме, оно развивается. Порядка 80 участников представили свою продукцию, организовали мастер-классы и семинары. «Садовый маркет» стал самым масштабным из всех событий конкурса ландшафтного искусства «Город-сад». Мы сегодня хотим поучиться, посмотреть, как сегодня работать по озеленению городов, поселков, агрогородков. Какой у нас есть сегодня посадочный материал, какие у нас есть сегодня архитектурные, творческие подходы к этому направлению. Поэтому с девизом «Город-сад» мы начинаем сегодняшнее мероприятие. В прошлом году, посещая Брест, когда мы проезжали этот город, кажется, что ну как можно еще сделать лучше? Вроде бы все, да? Но нет предела совершенства. Приехав вот вчера, сегодня, когда мы едем по городу, мы видим, что есть к чему стремиться. Эта выставка, она тоже показывает возможности для благоустройства. И сегодня, как в Бресте, так и во всей стране, все это делается только для человека. А жителей Бреста и многочисленных гостей выставки не оставили равнодушными организация мероприятия, широкий ассортимент и доступные цены. Первый год мы проживаем здесь, в Беларуси, в Бресте. И вот попали на ярмарку, и нам все интересно. Много изделий из лозы, много цветов разных. Очень понравилось. Очень спасибо большое за такую выставку. И концерт, вы знаете, очень было интересно слушать. Из Минска приехали. Из Минска приехали навестить маму. И решили заехать сюда, посмотреть, что тут продают. Очень большой выбор товаров, много цветов. Красивые, необычные. Вот я купила эти цветочки, эти цветочки. Цена очень хорошая. Лучше, чем на рынке. А в это время почетным гостям Бреста демонстрировали проекты, реализованные в номинации «Зеленый город». На проспекте Маширово за короткий срок до неузнаваемости преобразился сквер за остановочным пунктом. Теперь здесь установлены удобные скамейки, деревья огибают плавные прогулочные дорожки, разбиты красивые клумбы. А на улице Гродненской появилось уютное и современное место отдыха, включающее спортивную площадку, множество декоративных растений и инсталляцию в виде букв «БЖС». Фирменные отсылки к создателю комфортного пространства Брест жил в строю. Объект нужен для того, чтобы сказать, что мы не только умеем строить красивые дома, не только хорошие планировки, но надо еще создавать среду для людей, среду отдыха, среду занятий спортом. Поэтому тут разделено на две зоны – спортивная зона и зона отдыха. Вообще концепт «Город-сад» – это вот идея создания города, цветущего города. И вообще город-сад для Бреста – это тема характерная, вот эти наши бульвары, потом застройка 20-х годов. В общем-то, тема города-сада, она исторически звучала в Бресте. Сегодня в рамках конкурса представлено более двух десятков проектов, различных проектов реализованных и проектов, которые в стадии реализации, которые позволяют видеть наш сегодняшний уровень в части озеленения, в части подходов по ландшафтному обустройству городской среды. Еще три года назад никто из жителей города над Бугом не мог и представить, что на месте зарослей напротив здания статистики появится настоящая городская достопримечательность, которая покорит их сердца. Тем не менее, к тысячелетию города над Бугом городские власти приняли решение реанимировать парк, первое упоминание которого датируется 1835 годом. Так и появился городской сад с красивыми аллеями, креативными арт-объектами. Тем не менее, долгое время сохранялась интрига, как же будет выглядеть парк Волунов. Место под городской сад определили еще в далеком 1835 году. И неудивительно, что его решили восстановить к тысячелетию Бреста и наполнили различными арт-объектами. Один из них – парк Волунов. Главная локация состоит из двух частей – поля Беларуси и леса Беларуси. Автор главной локации – преподаватель кафедры архитектуры Брестского технического университета Наталья Мартысюк. Брала за основу японский сад камней и адаптировала эту идею для Беларуси. Первая сторона локации называется «Поля Беларуси» и представляет чистое поле с одиноким деревом, как бы подчеркивая чистоту нашей белорусской природы. В первую очередь нужно сказать, что полученной положительной эмоции очень много, потому что Брест развивается. Видно действительно из года в год, из месяц в месяц. Очень много идей. Видно, что работает действительно в городе классная команда как архитекторов, так и дизайнеров, так и исполнителей, которые все это осуществляют, все эти идеи в жизнь. Видно, видна позиция властей, как председатель области, как горе с полкома, потому что мы понимаем, что это все стоит денег, и несмотря на разные ситуации, эти деньги находятся, и все вокруг, Брещан, делается и вокруг гостей, очень красиво и здорово. Вторая часть локации – леса Беларуси. Основа всей концепции – показать многогранность белорусской природы. Эта часть инсталляции рассказывает о том, что леса Беларуси часто попадают под атаку насекомых, из-за чего деревья нередко умирают. Но прорастающие рядом ростки как бы говорят, что жизнь продолжается, несмотря ни на что. Слово архитектора, слово художника, оно всегда должно присутствовать в общей программе озеленения. Оно должно быть сплавным, оно должно быть продуманным, оно должно иметь свою изюминку. Вот как сегодня, так сказать, такой парк дополнения городского парка, мы имеем участок валунов, но с определенной предыстории, непонятно сегодня, да, что означают вот эти сухие сосны, да, это период караеда, когда оно там поднимается, молодая сосна, и это говорит о том, что мы победили, так сказать, вот эту нападку заболеваемости лесных угодий. Конечно, самое главное, что все арт-объекты в первую очередь делаются для жителей города над Бугом. Именно поэтому важно мнение горожан, что они думают по поводу креативной инсталляции. Тут стояли недавно, теплицы типа валеные уже, что березки на них росли и все такое. Тут непроходимость была, тут же, наверное, порт был, мне кажется, это район порта, вот был старый порт, все такое вот, и сейчас вот все по-другому, конечно, красиво. Но прийти через месяц, еще что-то будет, ну, как бы красивее, красивее, все, да, да, поэтому как бы ходим, интересуемся, все интересно, все красиво, молодцы. Какая здесь была набережная, а сейчас, как говорится, очень все сделано, ну, даже, можно сказать, с умом, что ли, где-то так все красиво, и такой стал у нас чистый, красивый город, что аж даже иногда берет прямо гордость на него. Наверное, все брещане знают, кто стал родителем парка Волунов, и кто с первых дней существования городского сада был и остается его символом. А начиналось все здесь, с первого величественного камня, который стал главным символом возрождения городского сада, поэтому его можно смело назвать родителем парка Волунов. Каждая композиция должна нести в себе какой-то смысл. Экспозиция парк Волунов – одна из тех, что может рассказать о себе целую историю. Каждому из камней не одна тысяча лет, а это значит, что эти горные породы появились еще задолго до рождения города над Бугом. Символично, что спустя столько лет каждый из этих Волунов нашел свое место именно здесь, в городском саду тысячелетия. Брестская, Гродненская, Минская и Могилевская области создали яркие и насыщенные цветочные композиции, которые уже успели наполнить существующие объекты красотой и эстетикой. И знаете, такое ощущение, что здесь, в парке 1 мая, собраны все цветы мира, которые делают наш город Брест лучшим и крашем. Вот здесь и сейчас еще раз убеждаешься – лучше Бреста нету места. Ведь если пройтись сегодня по парку, увидишь – он утопает не только в зелени, но и в цветах. Да и многие городские локации в эти дни похожи на Диснеевский остров мечты, а городской парк просто утопает в цветах. Итогом стараний ландшафтных дизайнеров стали 17 новых цветущих композиций. Я исхожу из того, что конкурс заканчивается, а композиции остаются. Поэтому каждую композицию оцениваю еще в контексте не только семиминутного восприятия, а в концепции, как мы будем сопровождать эту, как говорится, красоту дальше на протяжении всего благоприятного периода. Мне кажется, что данная композиция, она наиболее, как бы сказать, гармонично вписывается в существующий ландшафт, и она наиболее удобна для дальнейшего обслуживания. Сказать, что участники конкурса, креативщики, люди с масштабной фантазией, не сказать ничего. Потому что то, что создали их руки, не поддается логике. Таких цветочных композиций, такого буйства красок, восхитительных ароматов редко встретишь. И все это брещание будут лицезреть целое лето. Результат превзошел все ожидания. Это не просто фестиваль цветов, это сад цветов и сотен цветов, растений. Это замок из малых архитектурных форм, со своим шармом и акцентом на свой родной уголок. Идея в первую очередь заложена в том, что мы являемся город-спутник Бреста. Поэтому мы символизируем здесь у нас спутник. Стремление к верху. Во-первых, наш город чистый, небольшой, маленький городок, но очень уютный для жизни. Вот и поэтому тут представлены цветы, для того, чтобы показать, что это чистый, красивый город. А вот здесь, в центре, кованное сердце на фундаменте, обрамленное цветочными горшками. Счастье есть, говорят работники Лунинецкого ЖКХ, которые выполнили этот масштабный проект. Уголком Шекспира можно назвать эту локацию. «Счастье есть» называется наша композиция. Сделалась она четыре дня. Мы ее делали, заливали фундамент, основу, под сердце заливали фундамент. Все это бетонировалось, чтобы на много лет было. Забивались сваи, красилось, садилось. Около тысячи цветов посажено. Посажено шесть шаровидных туи, четыре туи сморакты посажено. Можжевельник скальный посажен, чтобы Брест просто радовался красотой. «Такие конкурсы необходимы для того, чтобы создавать более благоприятную, красивую среду для горожан города». «Единственный город, который приграничен. Раньше ездили в Польшу, восхищались Польшей, что там цветы, все красиво. А сейчас там стало просто, камешками забросали, где-то какой-то цветочек стоит. А в Бресте действительно вот это, они увидели это и развили это». «У нас друзья живут в Москве и в Питере, и мы посылаем, они просто восторгаются. Они сами брещане, но уехали давным-давно из Бреста и просто восхищаются нашим городом, какой он стал красивым». И еще одна замечательная площадка. Здесь уютно расположились деревянные скульптуры и лавочки. Под общим названием визитовки гостиного Берестя. Десять уникальных дубовых фигур родились из дерева. Десять рисчиков трудились над созданием деревянных визиток от XI до XX века. Это и Магдебургское право, Брестская Библия, Монетный двор и даже Брестский вокзал. «Данные скульптуры выполнены из дуба. Это самый твердый, самый благородный материал, который есть у нас. Он, конечно, твердый, с ним работать сложнее, чем с каким-то другим материалом. Но он очень хорошо стоит на открытом воздухе. И при правильной установке, почему мы сами его и устанавливали, мы сами его пропитали даже. Потому что мы знаем эти технологии и мы хотим, чтобы эти работы сохранились надолго. И так можно предположить, я даже уверен в том, что при правильном уходе за ними они простоят около сотни лет, это точно». Сегодня наш парк стал еще красивее. Он превратился в оазис красоты и умиротворения. Именно такие места украшают шумные города и позволяют расслабиться и отдохнуть среди цветущих арок и тенистых аллей. Продолжит выпуск тема не настолько приятная глазу, как предыдущий материал, но важная и актуальная для нас брещан. Начнем издалека. В Беларуси дома с мусоропроводами стали строить примерно лет 50 назад. Привыкли, и это понятно, удобно. Ведь все мы в определенной степени сибориты. Комфорт любим. Поэтому шоком стало, когда нас стали лишать этого удобства заваривания мусоропроводов. Этого удобного способа транспортировки отходов прямиком в мусорный бак было не принято. Сразу с каждым мнения брещан разделились. Большинство за комфорт и против распространения грязи и неприятных запахов в подъездах. Другие их меньшинство, но они есть. И в большинстве это пожилые люди категорически настаивают на отмене инициативы. Мы выслушали и тех, и других. А также мнение компетентного специалиста. Смотрите, что получилось. Человек по своей натуре быстро привыкает к хорошему. Такова его природа. Поэтому сегодня все самое необходимое для жизни деятельности находится в шаговой доступности. При этом люди хотят жить в комфорте и уюте, дышать чистым воздухом. Для улучшения экологии окружающей среды Брестский областполком принял ряд решений, благодаря которым воздух в городе над Бугом станет еще чище. Одно из них – закрыть мусоропроводы в подъездах многоэтажек. В связи с чем проводится закрытие мусоропровода? Есть ряд нормативных документов, программ. В частности, есть государственная программа «Комфортное жилье. Благоприятная среда». 2016-2020 год. Сегодня эта программа имеет 2021-2025 год, в которой одной из организационных мер является именно закрытие мусоропроводов с той целью для повышения раздельного сбора отходов. Мусоропровод, как конструктивный элемент жилого дома, он, скажем так, не добавляет жителям возможности разделять отходы. Это раз. И еще, как антисанитарный элемент, которые, скажем так, участвуют в доме. Потому как из первого этажа многие жители всегда жалуются, потому что, находясь непосредственно возле камеры, где стоит контейнер, да и, в принципе, все отходы же понятны. И жидкие, все, оно может стекать. Люди, скажем так, у нас есть разные, что-то скрывать. Поэтому ситуация возникает, скажем так, антисанитарная в том числе. Сегодня порядка 80% дворов Брестской области имеют специальные площадки для раздельного сбора мусора. Некоторые задаются вопросом, зачем вообще отходы выбрасывать отдельно? Ответ прост. Это позволяет отделить перерабатываемые отходы от неперерабатываемых, а также выделить отдельные типы мусора, пригодные для вторичного использования. Именно эти действия позволяют не только вернуть промышленный оборот на максимум материалов, но и сократить расходы на вывоз мусора, а также снизить углеродный след окружающей среды, в том числе сохранить площадь мусорных полиголов. Люди в общей массе это понимают и стараются избавляться от отходов, разделяя их. Я даже не знаю, как лучше, не лучше, но я думаю, все-таки, если 21 век, все-таки у нас сейчас преобразования идут, чем мусоропровод будет в доме, лучше вынести в отдельности. Это не проблема. Ну, это шаговая доступность всего лишь навсего. Есть, может, соседи могут вынести, может, родственники, может, есть соцслужба какая-то этих обслуживает. Поэтому я считаю, что это ряд вещей. Все выносят, все не жалуются. Вопрос утилизации мусорных отходов стоит остро во всем мире из-за своей затратности. Но есть страны, где побороли эту проблему. В Швеции, к примеру, 99% мусора перерабатывается. Беларусь идет по такому же пути. И для этого профильным предприятиям выделяется немало средств. Только на Брещене еще в 2020 году для организации сбора вторичных материальных ресурсов выделено порядка 3,5 миллионов рублей. На закупку спецтехники и более 22 тысяч контейнеров, чтобы площадки по сбору мусора всегда находились в шаговой доступности. На сегодня в городе Бресте порядка 300 контейнерных площадок, которые состоят на балансе завода. Эти площадки можно отнести к совмещенным. На этих площадках присутствуют контейнеры для раздельного сбора и для смешанных отходов. Когда произвели устройство мест сбора с оснащением контейнером для ВМР, то мы сразу значительно увеличили раздельный сбор отходов. Люди к образованному месту, где стоят разные емкости, тоже подходят, скажем так, с инициативой где-то, где-то понимая, информационной работы может где-то недостаточно в этом плане. Потихоньку, с каждым годом, я как, скажем так, отвечающий за раздельный сбор по городу, могу сказать, что мы с каждым годом стремительно прирастаем. Креативная и идущая в ногу со временем брестская молодежь знает и понимает, для чего закрывают мусоропроводы и устанавливают углубленные контейнеры и внешние для раздельного сбора мусора. Поэтому им и так не надо ничего объяснять. Я считаю, что идея хорошая. Во-первых, санитарное состояние самого дома улучшается, но реализация, я считаю, такая, посредственная, потому что в этом еще, в данном месте еще нормально. Но вот там есть еще такая вот мусоросборник. Он постоянно, особенно летом, там мусор в районе разбрасывается, а летом еще и вонь состоит, такая, запах неприятный. То есть, как бы, доработать особенно, если, допустим, дворники там убирали бы каждый день, это было бы лучше гораздо. Сколько людей, столько и мнений. Люди пожилого возраста в основном негативно относятся к тому, что мусоропроводов в домах больше не будет. Наверное, сколько там, 30 или 20 лет назад люди же думали тоже по этому вопросу, что их делали. Ну, их же делали, исходя с каких-то инженерных соображений, для того, чтобы удобно было. Приятно было бы выйти зимой в пургул, в мусоропровод кинуть, пакетик, а так выходи, морозь кости сюда. Сколько человек, столько и мнений будет. Мне надо одно, другому надо другой. Ну, что молодым надо? Одна нога тут, а другая там и побежал. А старому уже совсем, старому совсем другой. Но и это можно и решить. Это вопрос добросердейшее. Пожилым людям и родным и соседям испокон веков было принято помогать. Это так человечно, так мило проявлять толику заботы по отношению к тем, чья жизнь нелегка по старости и состоянию здоровья. Мы узнали мнение жильцов о закрытии мусоропроводов в их домах. Стоит отметить, что мнения разделились. Кто-то за, а кто-то против. Но надо все-таки признать, что это делается во благо в целях сохранения экологии и санитарного состояния подъезда. Все-таки во всем мире уже давно отказываются от скопления мусора в жилых помещениях. Вот и Брестский облсполком принял постановление, в рамках которого пора заканчивать с антисанитарией. Скоро мусоропроводы уйдут в небытие. Жители города над Бугом трепетно относятся к сохранению исторической памяти. И это не случайно, ведь здесь расположена белорусская святыня – мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». А потому закономерно, что именно здесь на этой неделе стартовал большой автопробег «Брест-Севастополь». Его миссия – отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны, погибшим, защищая нашу родину. Участникам памятного автопробега предстоит проделать путь длиной 2600 километров. На пути они посетят множество российских городов. Но главная цель памятного заезда – от Брестской крепости-герой до города-героя Севастополя налаживание контактов, а также братская поддержка во время сложной геополитической ситуации. Казалось, что совсем недавно брещане посещали Иркутск, но прошел уже целый год. Теперь выбрали новый путь на Севастополь. Однако точка отправления всегда остается неизменной. Брестская крепость. Это начало, наверное, нашей памяти о тех страшных событиях той войны. И не случайно и главы наших государств, и Беларуси, и России в своих знаковых выступлениях вспоминают это место. И это символ и мужества, и стойкости. И, наверное, символ того, что здесь сражались представители многих национальностей. Уже традиционно брещане везут с собой гильзу, наполненную священной и пропитанной кровью землей Брестской крепости. С честью, с достоинством привезем в город герой Севастополь. Передадим привет от Брещан. Абсолютно здорово. Проводить участников автопробега в долгий путь приехал лично генеральный консул Российской Федерации в Бресте Олег Мурашев. Я думаю, что автопробег, встречи, мероприятия, которые состоятся, конечно, помогут нам быть еще теснее, сплотить еще теснее наши ряды и показать всему миру, насколько мы благородны в святом деле защиты нашей истории. Огромное спасибо за добрые слова, за напутствие. Уверен, убежден, что пробег пройдет достойно. Передадим привет от Брещан и землю Брестской крепости по месту назначения. Только начался нынешний автопробег, а его участники уже знают маршрут следующего – Мурманск. Это подчеркивает, насколько тесно Брест связан с городами-героями Российской Федерации и насколько гостеприимна эта огромная страна по отношению к нам. И несмотря на все сложности, происходящие за рубежом, только вместе мы большая сила. Очаровательных девушек волейбольной команды Прибужья мы привыкли видеть на спортивной площадке и рассказывать только про их набранные очки, хорошую подачу, уверенную защиту, про горечь поражений и радость побед. Но буквально вчера женское Прибужье предстало в ином виде – торжественно-праздничным. Поводом для этого стало завоевание представительницами Брестского Прибужья звания серебряного призера чемпионата Республики Беларусь по волейболу. Мэр Бреста Александр Рогачук лично поздравил девушек, а тренерскому штабу и административному персоналу команды выразил искреннюю благодарность и вручил награды областного и городского уровня. О том, как это было, расскажет Анастасия Мелешкевич. Волейбол – это, конечно же, командный вид спорта. И результат участия в соревнованиях – итог усилий всех его членов. Команды Прибужья и Менчанка не так давно показали красивую результативную игру. На площадке царил дух здорового соперничества. Никто не хотел уступать, и каждая игра была по-своему интересна, непредсказуема и эмоциональна. Хороший результат показали две команды, но победитель всегда один. Команда Прибужья стала серебряным призером чемпионата Республики Беларусь. Для города Бреста девушки из команды Прибужья – самые лучшие. Прекрасные, замечательные девчонки, хорошая школа, о чем говорила ведущая с 91-го года. Прекрасный результат, который нам не снился в некоторых видах спорта. Я не буду их называть, чтобы никого не обижать. Когда я вам медали вручал, мне понравилось ваше, как будем сказать это слово, то, что красавица, это понятно. Мне понравилась какая-то ваша личная мотивация и ваша любовь к спорту, к городу. Я это почувствовал, энергетически. Поэтому, девчонки, вы лучшие. Так держать. Здесь, на приеме у градоначальника, эти очаровательные девушки вновь стали одним целым, но уже не на волейбольной площадке, а на торжественном мероприятии. Ведь именно их совместный успех и стал одним из серьезных достижений города Бреста. Словил себя на мысли, присутствуя на вашей игре, на финальной игре, что я начинаю влюбляться, влюбляться, влюбляться в волейбол. И вот почему-то мне кажется, что мы с Владимиром Федоровичем, а он такой у вас классный руководитель федерации, будем почти на всех играх уже и присутствовать. А что такое личное присутствие – это другая мотивация совершенно нашего развития волейбола. Красивые слова, грамоты, цветы, а еще ковры. Но очень большой всей команде и чуть поменьше каждой спортсменки. Эти брендовые уютные вещи – знак признания от брестских ковров. Управляющий филиалом предприятия Артем Лоханкин не исключил возможности вновь взять шефство над командой Прибужьем. К сожалению, спорт таков, что не все как-то всю свою спортивную жизнь проводят в одной команде. Поэтому хочется, чтобы у каждого из вас осталась память о этом сезоне 2021-2022 года. Не влюбиться в волейбол трудно. Ведь наши девушки неизменно сражались и продолжают сражаться за самые высокие места. Но, как и у любого вида спорта, составляющих успеха – несколько. Дома в Бресте при поддержке своих болельщиков, своих зрителей. Конечно, мы старались показать максимально эмоциональную игру, максимально возможную. Так как, да, может быть, нам не хватает в каких-то моментах мастерства, но мы старались компенсировать это желанием, азартом, мотивацией. Конечно, очень приятно играть дома при поддержке не только любителей волейбола и болельщиков, но и когда на трибунах есть представители города, представители власти. Это добавляет дополнительную мотивацию. И, в принципе, как любой женской команде, как любой женщине и девушке, очень важно само внимание. Поэтому мы благодарны городу за то, что они уделили нам свое время, свое внимание, пригласили для награждения, оценили наш вклад, наш результат. Что касается прошедшей финальной игры в городе Бресте, то мы в этой игре в плане организации самой игры Дворца спорта Виктории, в плане самой игры, количество зрителей, которые были на этой игре, мы вернулись в наши самые лучшие. Эти звездные периоды, когда у нас не было такого дворца, были небольшие залы, и там просто негде было встать, когда мы, как сказать, боролись за высшие награды, ну и вообще во всех играх чемпионата Беларуси. Поэтому это такой приятный момент у команды. И все это заметили. И, ну, надеюсь, что в следующих чемпионатах эти традиции будут сохраняться. Чтобы сохранить состав, усилиться и побороться за золото, нужно добавлять и финансирование, и искать крепких спонсоров. Собственно, такая работа ведется со стороны городских властей и со стороны областной федерации волейбола. Федерацию областную сейчас возглавил человек, который искренне любит волейбол. Я говорю про Владимира Федоровича Вабещевича. Он сам волейболист. Он живет волейболом в том числе. И мы даже сейчас, после награждения, девчонок определили какие-то приоритеты на текущий момент. Конечно, возможно, это будет дополнительное бюджетное финансирование определенных кадров и, естественно, работа по вовлечению субъектов хозяйства нашего города в помощь вот этим замечательным девчонкам, которые прославляют город Брест на республиканской арене. Ну и, наверное, ловил себя на мысли, я уже ее озвучил, что и сам буду чаще ходить на все домашние матчи нашей замечательной команды. Это были главные события Бреста, какими их увидели мои коллеги-журналисты Бук-ТВ. На этом у нас сегодня все. Нам, конечно, еще есть что сказать, но дождемся следующего эфира. Мы встретимся снова на том же месте и в то же самое время уже в следующую субботу. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Я, Александр Богданович, прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего и, конечно же, берегите себя, будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова еще красивее. Участвуй в конкурсе ландшафтного искусства «Город-сад» с 1 по 5 июня 2022 года. К участию приглашаются организации, индивидуальные предприниматели и физические лица. Победители и призеры получат денежные премии. Посетителей ждет насыщенная программа. Подробная информация на сайте www.gorodsad.by. Добавь ярких красок в городские пейзажи.